На сегодняшний день в стране ведется активная борьба с коррупцией. Но нужно признать, что за 30 лет коррупционеры пустили очень глубокие корни в различные структуры и органы страны. И чтобы эффективно бороться с коррупционными схемами, недостаточно бороться только на уровне министерств. Прежде всего, данная инициатива должна идти со стороны граждан. Вопрос обсуждался с участием граждан-членов антикоррупционного делового совета, представителей Министерства финансов. Главная цель – совместная борьба с коррупцией. Гражданам была предоставлена информация о процедурах выплаты вознаграждения. По словам членов антикоррупционного делового совета, такой шаг будет способствовать искоренению коррупции. Будет создана специальная комиссия при Минфине, которая отслеживает все факты. И, конечно, в этот состав комиссии туда обязательно нужно от гражданского сектора, чтобы тоже был контроль от гражданского сектора. На основании положения комиссии рассматривают вопросы о выплате вознаграждения гражданину, выявившему коррупцию. Общественность выразила готовность помочь государству в борьбе с коррупцией. Отметим, что вознаграждение выплачивается за счет средств, возвращенных коррупционерам государству. В случае доказательства преступления судом на основании соответствующих документов, вознаграждение выплачивается тому или иному гражданину в соответствии с решением комиссии. И, соответственно, туда могут входить те лица, которые обозначены в порядке определяемым, то есть утверждаемым кабинетом министров Крыговской Республики. Соответственно, роль Министерства финансов заключается в том, что Министерство, соответственно, выделяет денежные средства, ту часть, которая именно в соответствии с этим порядком выплачивается лицам, которые сообщили о коррупционных правонарушениях. Согласно изменениям, внесенным в соответствующие законодательные акты, все полноценные средства по экономическим преступлениям полностью зачисляются в бюджет.